По результатам сравнения 2013 года и прошедшего 2014 года у нас в области показатели ухудшились. То есть возросли, да, несчастные случаи? Возросли у нас количество несчастных случаев. У нас общее число количества несчастных случаев выросло на 7 по сравнению с 2013 годом. Смертельных у нас больше стало гораздо случаев, пострадавших в смертельном случае 5 человек, один переходящий на 2015 год, потому что комиссия заседала только в январе месяце. Поэтому вот практически мы 7 человек потеряли в смертельных случаях за 2014 год. Но тяжелый, само собой. Я уже не говорю о тех несчастных случаях, которые относятся к категории легких. Вот, извините, даже оторванный палец, как ни странно, он относится к категории легких. Ну и вот бывают случаи, к сожалению, на местах, когда, ну скажем так, работодатель, я не хочу огульно сейчас говорить обо всех, но тем не менее предпринимают попытки, чтобы снизить показатели травматизма по предприятию, а от этого зависит количество средств, переделяемых в фонд социального страхования, чем, скажем, ну вот было 10, я просто говорю, 10 случаев, условно говоря, в этом году, в прошлом. А в этом 11-й фонд социального страхования увеличивает тарифные отчисления на предприятие. Поэтому предприятию выгодно, извините вас за этот термин, скрывать вот эти случаи, общую статистику. И поэтому иной раз бывает, когда человек получает травму вплоть до перелома ребра и руки одновременно, но его уговаривают каким-то образом, чтобы он оформил как домашнюю травму. Вот тот случай я приводил, когда человек практически 16 раз упал со стула, когда оборачиваю лампочку. Но бывают такие случаи, к сожалению, тоже.